В микрорайоне шахты Амурская по адресу Донбасская, 21, в доме, со слов жителей, уже длительное время разрушена крыша. Она находится в очень плохом состоянии, можно сказать, просто развалена. Съемочной группе удалось связаться с обслуживающей и управляющей компанией. И, со слов директора, этот дом признан аварийным с апреля прошлого года. Но управляющая компания все же демонтировала печную трубу и заложила шесть новых листов шифера, чтобы устранить протечку, так как капитальный ремонт крыши уже невозможен. Управляющая компания поддерживает кровлю в удовлетворительном состоянии, насколько это возможно. У нас в компании находятся дома разной категории, то есть пять домов, которые уже признаны аварийными. Среди них есть дом Донбасская, 21. Капитальный ремонт выполнять не совсем было бы рационально, поэтому предрешение было признать его аварийным, провести экспертизу. Экспертиза прошла, призналась дом аварийным. Именно в счастье по кровле и по гостям коммуникации инженерных этого дома. Кровля имеет износ почти 100%. Фактически стропильная часть и обрешетка отсутствуют на этом доме. Поэтому приходится в прошлом году и позапрошлом году крепить шифер не способом крепежа гвоздями, материалом строительным, а проволокой арматурной для того, чтобы можно было закрепить, зафиксировать за те элементы, которые еще содержатся и существуют на кровле этого дома. Дому уже почти 70 лет и состояние его оставляет желать лучшего. В ночь на понедельник, когда был ураганный ветер, с крыши сорвало шифер. Погодные условия не давали возможности специалистам работать снаружи, поэтому работы велись внутри чердака. Ну а по текущему ремонту он выполняется. Менялись трубы на кровли 22 метра, менялся шифер 23 листа, когда были предыдущие недоразумения проблем по дому. Вот, менялся вот в дом теплотрассы, ну и в том числе этот участок он будет сделан. Я думаю, теплые условия погодные позволят эти работы уже сделать в марте этого года. Дом стоит на очереди к расселению. Решение уже принято, документы находятся на оформлении. Однако не всех жильцов устраивает такой расклад. Ну, на самом деле, здесь, если у кого-то поинтересоваться, ну не все хотели бы отсюда переселяться. Вот я, допустим, из-за крыши только бы переселился. Не более того, у меня все устраивает здесь. А почему не хотят переселяться? Ну, людям как бы нравится здесь жить. Может, ну не сам дом, ну, если все бы делать, ну по существу, как бы там крыша был бы, ремонт бы сделал, может еще что-либо. Может бы они и не переселились. Я просто, у меня трое детей, как бы, я посмотрел, у меня там где-то и плесень от того, что текет, вот эта вода, вот это вот все. Я, соответственно, ну и решил взять ипотеку, ну и другую квартиру, потому что отсюда, ну, жизни здесь нету. А так, если оно текет, это же все сырость, это все окна, это все плесень, это, соответственно, где-то болезни и все остальное детей и все такое. Конечно, это на здоровье влияет. А вот подъезды вам вообще нравятся? Я сам лично здесь вот соседом ремонт делал в этом подъезде. Это вот что, вот это мы сделали, это мы сами лично делали. И вот это вот стелили, и вот это вот, все это красили, это сами лично на свои деньги. Также жильцов не устраивает работу управляющей компанией, а управляющую компанию не устраивает задолженность жильцов в размере нескольких сотен тысяч рублей. Возможно, с расселением этого ветхого жилья круговая порука закончится. Вероника Климова, Денис Надельный, Игорь Магаренко, Артемовские новости, телеканал Лента.